Друзья, приветствую всех на крае, это AmonFly. Сегодня снимаю свое очередное видео, в котором мы сегодня разберем ту тему, которая образовалась практически из ничего. Снимая вчера свой видеоролик, я даже не думал о том, что вы так много в комментариях напишите именно по этой теме. А тема такова, что я вчера, снимая свой ролик, назвал Россию страной третьего мира. Как бы это сделано было для красного словца, для того, чтобы привлечь ваше внимание, но именно это выражение у вас вызвало бурю и целый поток комментариев. Именно в этом видео мы поговорим с вами, что такое страна третьего мира и что такое третье государство или третья страна. Итак, начнем. Я сразу извиняюсь за свою неграмотность, потому что вся информация, которую сейчас я вам предоставлю о том, что такое страна третьего мира и что такое третья страна, я взял из интернета. Это я все распечатал и сейчас я вам зачитаю. Итак, начнем с того, с такого термина, как третье государство, либо третья страна. В международном праве обычно обозначается государство, которое не подписало договор по международному праву и таким образом не является договаривающейся страной. Что касается Европейского Союза, то третьи страны, в принципе, являются субъектами, которые не являются членами Евросоюза. В Германии термин также используется в праве на проживание и убежище. То есть, те страны, которые не подписали договор с Евросоюзом, являются третьей страной, третьим государством. То есть, это такое обозначение. Теперь мы с вами разберем, точнее я вам зачитаю, что же такое страна третьего мира. Термин «страна третьего мира» является устаревшим и политически некорректным. Деление стран на миры появилось в мировой политике во время холодной войны между США и СССР и сопутствующей ей гонке вооружений. Страны, находящиеся в союзе с капиталистическими странами и НАТО, считались странами первого мира. Коммунистические страны во главе с Советским Союзом, связанные Варшавским договором, называли странами второго мира. А те страны, которые не были ни с тем, ни с другим, и связаны, считались странами третьего мира. Они часто выступали в качестве арены для демонстрации странами двух других групп своей военной мощи. Со временем понятие страны третьего мира стало синонимом слаборазвитых и бедных стран. В настоящее время в мировой политике использование этого термина считается некорректным, неверным и невежливым. Так что, друзья, если вы хотите использовать такое название, которое я, в принципе, вчера использовал для красного словца в своем видео, я был невежлив и некорректен в отношении стран, которые относятся к третьему миру. А сейчас я хочу вам зачитать, и вы думаете, что, может быть, проживая в той или иной стране, в стране R, в стране K, в стране U, в стране B, в стране T, в стране L, вы можете сами, услышав это, сказать, то есть, услышав эти признаки, сказать, относится ли ваша страна к стране третьего мира. Я свое мнение вам высказывать не буду по этому поводу, потому что оно у меня есть, и я считаю, что не хочется мне обижать своим высказанием ту либо иную страну. Вот, поэтому я сейчас просто зачитаю, и вы для себя сами, как бы, поясните, да, является ваша страна, страной третьего мира, по этим признакам, либо не является. Потом обязательно напишите мне в комментариях, у вас все совпало или не все совпало. Итак, признаки стран третьего мира. Отсутствует эффективный аппарат управления. Согласны вы с этим, либо не согласны. Банковская налоговая система развита слабо. Второй признак. Третий признак. Слабая законодательная база. Четвертый признак. Высокий уровень рождаемости. Следующий признак. Высокий показатель смертности. Следующий признак. Отсутствует средний класс. Финансовая пропасть между богатыми и бедными слоями населения. Как вы думаете? Отсутствует в вашей стране средний класс? У вас есть в вашей стране большая пропасть между богатыми и бедными? Те, кто живут очень богатые, те, кто живут очень бедно. Я здесь не говорю о бомжах и тому подобное. Бомжи есть в каждом государстве. А именно те, кто живут бедно. Подумайте. Следующий признак. Социальное устройство, общество, классы, касты и тому подобное. А вот на этот вопрос так вы можете ответить. Есть ли в вашем обществе, в той стране, в которой вы проживаете, классы, касты, класс богатых, класс бедных, класс миллионеров, класс миллионеров, класс политиков, да? Либо какой-то другой класс. Подумайте на этот вопрос. Следующий. Низкий уровень жизни. Здесь тоже нужно немножко задуматься и, как бы для себя, честно сказать, является ли ваш уровень жизни низким, либо он достоин уважения и вы себя хорошо чувствуете в этой жизни. Ездите, может быть, каждые два раза в год в отпуск. Позволяйте себе ходить раз в неделю в рестораны, посещайте кинотеатры, театры. Музеи, путешествовать по городам вашей страны. То есть вы это себе позволяете? Следующий признак – община, тип социальности. Отношения строятся на родстве, личных связях между месте рождения или проживания. Есть такое интересное высказание «Где родился, там пригодился». Очень интересное высказание. Либо на родстве, личных связях, да, строятся отношения. Так называемый в Германии витамин В. То есть устроиться на работу по связям. Получить водительское удостоверение по связям. Или потому, что у вас там знакомый сидит, либо родственник какой-то, да? Тоже подумайте над этим вопросом хорошо. Высокий уровень безработицы. Более 40% работоспособного усиления не имеют постоянного дохода. Ну, здесь мы этот вопрос быстренько пропустим, признак точнее. И вот последний самый признак – это слабо развит научный потенциал и экономика при наличии природных ресурсов. Что здесь вы можете сказать на эту тему? То есть как бы вот ваша страна относится к стране третьего мира или нет? Обязательно напишите мне в комментарии. И я также хочу сказать в этом видео, что я вчера, когда снимал видео о переезде в Германию, на работу, никаким образом не хотел обидеть Россию и россиян. Как я сказал, слово, точнее выражение «страна третьего мира» я употребил для красного словца. Для того, чтобы привлечь внимание вас, дорогие мои зрители. Для того, чтобы вы, услышав это название, посмотрели это видео до конца, потому что немногие смотрят видео до конца. И написали комментарий, потому что немногие пишут комментарии. Если вам это видео понравилось, то, как всегда, мы что делаем? Мы ставим «Дизлайк», «Дизлайк», «Атамонову дизлайк», «Атамонову дизлайк» ставим. Подписываемся на канал. Можете отписаться. После того, как подписались, нажимаем на колокольчик, для того, чтобы самым первым узнавать о всех тех видео, которые выходят на моем канале. Я желаю вам всего доброго, всего хорошего. Смотрите мои новые видео. И без байт. Чус.